И пацаны, не забывайте вступать в группу ВКонтакте, там контент выходит гораздо раньше и там его гораздо больше. Я услышу бонни, бонни, я увижу свет сквозь тюрьм, я увижу свет сквозь тюрьм. Поднимайся звездам выше, новой эры, новый день придет. Поднимайся звездам выше, новой эры, новый день придет. Приятного просмотра. И мы наконец-то находимся на первом еженедельнике, спустя почти год. С последнего еженедельника именно прошел вроде, да Андрей? Мы, сука, это ебанное шоу, тут не пытаемся записать. Пиздец, да. То Андрей что-то не может, то я пью. Оу, у нас Эйден Квин на сцене. Давай помолчим, послушаем, что он скажет. Ну что ж, ебаный врон, как давно меня не было на обычном сраном еженедельнике, дорогие друзья. Все что-то, главные шоу года, G-классики, юбилейные турниры и везде. За вот этот промежуток времени я поднялся от рядового бойца до Мейн-Ивентера, до победителя, до двойного чемпиона, до легенды этой федерации. Уже теперь официально. И подумать только, выигрыш одного из двух главных титулов, потом выигрыш второго, объединение, успешная защита на юбилейном шоу в Мейн-Ивенте. И что бы могло очернить все эти радостные для меня события, до очередные пидорские выходки Магнуса и его очередной пидорской своры. Я подозреваю, к чему это все идет, эта толстая тварь от меня и от моего главного титула так и не отстанет. Этот больной до титулов ублюдок пойдет на все, полишет чью угодно жопу, пососед чью угодно член, но добьется своего и вытянет этот титульный матч рано или поздно. Я не вижу смысла даже просто бездействовать, сидеть и ждать, что же он выкинет. Зову тебя сюда, Магнус! О, блядь, ну Эдон Квиннус вызывает Альберта Магнуса. О, ну это по-любому после того нападения этих братства. Ну Эдон Квинн да, про это сказал. Вот мне просто интересно, вроде Магнус в принципе уже брал главный титул, и если он хочет типа реваж получить. Не знаю, а какой смысл? Не знаю, попытаться еще разочек. Это же Магнус, он больной до титулов, тем более до главных. Больной до титулов, но как бы есть Миллениум Чемпионство новое, которое в копилке у него еще не было. Миллениум Чемпионство там, Мишаня только-только забрался там. Давайте послушаем, что Магнус на это ответит. Ну что, Шейден Квинн, давай начнем по порядку. Я проиграл тебе на End of Generation в честном матче. Тут базару ноль. Но я должен был получить честный матч-реванш, а вместо этого получил четырехсторонний бардак на G-классик. Нет, так не пойдет. Я хочу побороться за свой главный титул с тобой еще раз один на один. А, так вот в чем проблема, Магнус. Хочешь побороться еще раз один на один со мной? Да пожалуйста, ты мог просто подойти и попросить. Я давно знаю тебя, я давно в этой Феде. Я не какой-то, не какая-то тупая малолетка со сперматоксикозом, и мне не бьют гормоны в голову, я бы все понял. Но после твоего питерского поступка не так просто. Да мне похуй, Квинн, просто, не просто. Мне нужен нормальный человеческий реванш за мой титул. Я проиграл его в матче один на один. И я хочу получить свой бой, свою попытку вернуть его назад. Так же, в честном матче. Так же, один на один. И больше мне ничего не надо. Опять же, Магнус. Попросил бы ты это просто по-человечески даже за кулисами, я бы сказал да. Но после того гадского нападения на Миллениуме нет. Я дам тебе матч за первое претендентство против Брэнда Нали. Победишь? Ха, пожалуйста. Дам тебе еще один матч со мной один на один уже за твой титул. Если согласен, да хотя меня не ебет, предложение было сделано. А уж принимать его или продолжить капризничать, это твое дело. Ну, интересная промка, интересная. Но на самом деле, позиция Эдина Квина мне не совсем понятна. Мне тоже, если честно. Он подошел, типа, и сказал, типа, Магнус, ты мог у меня, честно, просто за кулисы попросить этот матч? Это будет гораздо раньше, и там его гораздо больше. Мы тут находимся на рестлинге, мы смотрим рестлинг, нам хочется увидеть экшон. Нам хочется увидеть пиздилку. И Квин такой, подойди ко мне просто, чтобы этот матч из воздуха нахуй появился. Ну, хотя бы, ну, не из воздуха, а бывает же фьюды, где чел, ну, какое-то просто требует. Ну, так получается, камень, так оно, я понимаю, когда там кореша на риге, там, друг другу говорят, дай мне матч, типа, я хочу. Да, это есть такое. Но, Магнус, к нам никогда особо-то не корешились, как бы. Ну, или выйти, потребовать просто. Попроси, нахуй. Ну, нахуй, мы, сука, рестлинг смотрим. Нахуй нам, давайте просто выйти, попроси. Ну, хотя бы, ну, не нападая вот так вот, по-пидорски после матча. Для чего нам, смотри, еще рестлинг? Ради пиздилок. Ну, да. Вот мы увидели пиздилку. Все по правилам, все честно. Так, а сейчас у нас, если кто-то не до конца в курсе, бой. За претендентство на Красноперекопский титул, кто будет драться, да, кто будет драться на него, за него на следующем шоу. Камин, седет мой фаворит на этот матч, со Рэнди Камин. О, Каменный Рэнди. Каменный Рэнди. Я надеюсь, что Каменный только он, а еще не у него в штанах. Гуляй, ну, мне кажется, в этом матче у него меньше шанса, знаешь почему? Ну, потому что Грот и Фарис выходит в масках. Что, что, кто выходит? Грот и Фарис выходит в масках. Ага. И типа, ну, так, у нас сегодня кейфэп или там, бухие разговоры? Какой кейфэп? В моей Феде кейфэп, ты че, ебанулся? Что, да, ебанулся. Я вся тут бухаю просто. Да, вот тут. Ну, по минимуму, чисто без спойлеров, а все остальное до пизды. У меня, блядь, 3 литра разливухи, которая уже неделю простояла в холодильнике и ждала, блядь. Нихуя, вот так. И мог до нее добраться. Это страшная вещь, Андрей. Вот те дела, то те дела, пиздец. По жизни холостой ему не надо. По жизни золотой, а это слой. Ох ты, какая песенка у Рэнди в Стоуна. Че, блядь, Владос, вот, прикинь. Покупаю, я, короче, эту разливуху думаю, все, нахуй, сейчас нажерусь. Прям въебу ее, да? Хлопнешь сразу. И так ее звать мне чувак и говорит, блядь, привези мне свою семерку в другой город, я ее куплю. Я привожу, возвращаюсь, думаю, вот сейчас точно нажерусь. Блядь, нахожу, сука, второе объявление, нахуй, продаю форд. Сука, поехал нахуй за фордом, это пиздец. Я говорю, я, сука, неделю, вот, когда такая вот хуйня происходит, вроде, которую сделать как бы надо. Да, ну, она, сука, вот, мешает мне нажраться. И причем, на полный момент, как бы, это нужно, чтобы немножко работу забыть, потому что, блядь, меня до сих пор как-то вспоминают. То, что я в отпуске, нахуй. Нет, это, конечно, да, страшно, страшно. Мне надо тоже поскорее увольняться, потому что я заметил, что я частенько начал бухать. Так, 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 причем, самое, самое, что смешно, я, как бы, пару дней назад был в районе своей работы, и там пару пацанов встретил. Ты знаешь, что я водителем работаю на маленькой, на каре. Так, в итоге, я, нахуй, разъебали, нахуй, первый же день. Кого, кару? Да. И руль, нахуй, как-то умудрились оторвать. Пиздец. Мудрились оторвать руль, и, нахуй, его варили, это пиздец. Я, сука, полгода, нахуй, на ней ездил, там, больше года. Как? О, пацаны профессионалы просто. Угу. Уебаны, блядь. Сука, блядь, вернусь, стоп, 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 буду умолеть, чтобы меня, нахуй, убрали с этой кары. Как пизда, нахуй. Пять сек, так, сейчас, за минералочкой сгоняем. Пиздец, давай, чтобы... Пайль Г categor, выходец, интересный товарищ. А выиграет ли он? Единственно, как раз на перекопке титул. Ой, злой, злой, ручками размахивает, злой. Может быть такое, что алкоголь, нахуй, выветлился за неделю, что оно стояло у меня в холодильнике. Что-что-что? Уже пью, нахуй, как будто лимонад какой-то. А, ну, выдыхшееся пиво, это отвратительно. Ты знаешь, это никак не типо вина, как будто пьешь, как будто соком, а потом тебе просто в голову ебашит. То есть и ебашит? Нет, мне кажется, что меня вообще не заебашит, а я вот сколько уже выпил. У меня вот две полтора литровые тары, и еще маленькая 05 стояла. Я ты лопать. Я ебал сначала 05, теперь ебаю две первые полтора литрушки. И вот у меня почти уже ничего не осталось. У нас мужичок есть на работе вот такой. Ну, я так перед работой въебал. Ну, чисто так посидеть немного, там, 9 литров пива взял. Заканчиваю там до работы полчаса. Ну, я там поел и поехал. Хуя, я бы с 9 литров пива валялся бы уже, нахуй. Я бы тоже был, бля. Он такой, ну, я так чисто, ну, посидеть, бля. Ну, немного, но. Да, сон, ты не дай, хорошо, пошло. Да у тебя такой же мужик на работе есть. Да хуя, да. Просто воды-то столько хуя выпьешь, я бы, а то, что пиво, бля. Да, нахуй, 9 литров. Ебать, хуя вниз. Да у меня, короче, пацан на работе есть, пацану 21 год. Он, короче, ну, во-первых, он 21 год девственник до сих пор. Это очень самое смешное. Он, короче, пухой пошел с какой-то подругой гулять. Ага. Там его, бля, какой-то мужик отпиздил, что он 2 месяца, нахуй, на больничном был. Ну, с кайфом. Так, начинается у нас матч. И начинается хуя, Макс Гротто. Смотри, видно, давно соскучился по пушу, по чему-то такому. Уже прям одному дал, второго запинывает. Ну, Рэнди Стоун. А были Гротто на прошлых выпусках? Что-то я уже не помню. А, он вроде в турнире участвовал, да? Он был на всех выпусках? Ты что, на последних? А, ну я в турнире участвовал, да, в Миллениум? И в турнире, и в G-классик, и на главном шоу года он был. На главном шоу года я его помню. В Миллениуме тоже. А вот G-классик, я вот честно вот не припоминаю, что с ним было. А у него говорил просто матч ни за что. Но G-классик, он вроде дрался с этим, на. С Эксандр Сириусом За перекоп титул И въебал, да Так, смотрите-ка, Кирк вырез Камня, блядь Сука, уроды, камня моего не трожьте Он должен выиграть в этом матче Камень должен, тут вроде кто первый вылезет Должен вылезти камень Из почек, из клетки Посмотри, влево возле клетки стоит судья У меня вопрос Почему, пацаны, не просто не могут не выйти В эту дверь, в которую, нахуй, и вошли Так, это же, ну, рестлинг Ты что? Нельзя просто взять и выйти, да Это тактика, понимаешь Так, опа, опа Макс Грот проводит Че-то, Павел Драйвер И идет крэндис Я уже все прямые, по-назабывал, нахуй Пока не коментил, это шоу Ты как бы забывала Я их и не знал, нихуя Опа, че творит камень, ты посмотри Гулять, это бомба с распятим Неплохо, неплохо Так, бомба с распятим, да Вот грот полез Да-да-да-да-да Грот рано полез Ну, грот самый хитрый, пока пацаны пиздятся А вот и Пэрис, смотрите Гуляет Не, ну, рано Рано, рано, мне кажется Рано, рано, да Ать! А ну, знаешь, мне кажется Вот идеальная шара Это вот когда один Начинает вылазить Второй начинает вылазить А третий В это время будет быстренько через дверь Волазить Тут Мэти побеждает У, я как грот коленом влетел в ребра Да, удержание Рэндику удержавая Что-то удержание есть тоже Так, это же этот Матч в клетке Тут, по сути, можно Выползти Удержать Блядь Через дверь выйти Я не знаю, что надо Сделать нахуй Какие звезды должны сойтись Чтоб выйти через дверь Нихуя себе Ну, это самый логичный вариант Ну, реально Ну, да, самый логичный Ну, самый, ну, такой неочевидный Для пацанов, которые внутри Ох ты, что Рэнди вытворяет В смысле неочевидно У меня, Рэнди, смотри, как всех разнес Ну, для этого Когда матч начинается, ну, дверь Она как будто все ее нахуй Не существует А пошел чувак со сваркой Заварил ее нахуй, да? Да-да-да, ба-а-а Держание Перис всех повыносил Я бы на его месте нахуй Вылезал бы просто Не Иван Наги Но пока все валялись И вот только встал Макс Гротт И Перис Начинает ползти Знаешь, мне кажется Перис не самый умный рестлер Ну, все Это-то очевидно Не слабый умный рестлер Упал Ха-ха Ну и второй туда же О, кстати, вот Макс Гротт Нормальный момент выбрал Прям нормальный Нихуя, представь Грот по лесу Рэнди Сон удерживает Периса Да, но Оп Лез бы он Нихуя Чуть-чуть бы поактивнее Может быть он Так Что, финишер сейчас будет? Мне даже интересно Он залетит или нет? О, Гарпунец Гарпунец Так Бля Ёбаные дебилы Ну, как Вот мне кажется Хуястерами стали Вот мне кажется Перис сейчас Все Все вырублены Все получили по финишу И Перису надо Съебывать Вот дурак Ёбаный дурак И Макс Гротт уже встал Причем Столько Перис Бывшие мировые Чемпионы Нихуя себе Да Ну, хули А, дурак Кстати, вот Не помню Вроде бы тоже Ну, где-то В SBW Или, может, он Тошки За чужие Феды не ебу Ну, тупо Три тупых Качка В клетке Нахуй Так, ну-ка Ну-ка Перис, Перис Перис Так Ооо Ну, это было Красиво Ну, не то, что Красиво Сука Че, че, че Болбовь, блядь Нахуй ты Полезка На Перис Тебе ебальник Бить, идиот Ну, то Это самые Правильные Тебе ебальник Которых Вылазить Пытаются Да Вот сейчас У Макса Грота Пиздатый момент Вылезти Но нет, он Продолжает Бить Как там? Ну, пацаны Головой Не думают Это видно Опа-опа-опа О, как Собой Реверс Не реверс Конечно Это же Берес Хючешок Может быть Ниху, я Надо Добить Да, надо Добить В живот Че-то они до пизды Быстро начинают А, очухиваться Блять НО, с головы НО, с руки Все, пырис Вот сейчас Какой момент был Чтоб вылезти НО, нахуя Коумсон И ещё Рана Рана На-на Запинали Фющешок Проводят Бууу Гро Проводят Фющешок Ну куда Ну куда Полез Вот 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 это Блять Вот это Макс Гро Так-то нормально Всё сделал На 된 Подскочил Вылазит Опа-опа-опа Уже на вершине Он пока дальше всех забрался, кстати, в этом матче Оба пацана полезли А видишь, что он скидывает Рота А чё? Смотри, Пэрис пытается, он лезет Вот Пэрис самый умный оказался из этих идиотов Пока эти придурки месятся сейчас Пэрис, давай На Ну когда самый умный в компании Пэрис Это, конечно, многое говорит о компании Ну всё Всё, всё, Пэрис У нас же Федя самый умный Пэрис, нахуй, когда пока вылазит Слушай, это то, о чём я и говорил, нахуй Да Вот это то, о чём я и говорил Вот он и получает претендент Толпа дуба ёбов, нахуй Ну что, первый матч Так Подразогрел Подсмешил Нормальненько Лучший матч Си сия двух типов Да, да, это вот это вот Торжество разума Торжество Пэриса Ой, щас ещё, блядь, начинать тотализатор делать К нему заставки Ёбаный в рот А потом, ещё всё такоминти Даааааа Да коминти ты хуйня, шёл сделать хуйня Больше меня бесит Пиздец, когда какую-то заставку надо делать Ёбаный в рот Там надо подобрать музыку. Один раз делал и на полгода забил как бы. Это да. Ночь, блядь, надо же скачать ролики. Сесть, включить, выбрать музыку. Посидеть, подумать. Нарезать. Ебаный в рот. Намерка на том, что в виртуальном бестнике никто думать не любит. Я вообще думать не люблю, в принципе. Это сложно. Начинаешь задумываться не о том. Думать, какую музыку выбрать, а потом в голову лезут всякие разные мысли. Да, там повесится, я хуя. Я на работе прохождение думаю, что нормально. Бля, я тоже, да. Ну, не повесится, хуй им, пидорасам. Да, нихуя себе, ментов. Джон, прятная конфета, ментов. Вот он интересно, на хуя вышел. Наверное, ну, что он такого в последнее время делал. А, помешал Дереку в турнире. Да. Ну, не забывал, что он тоже чемпион. После того, как он получил пизды от Дерека. Давайте послушаем. Ну, короче, всем зрителям здорово. Для меня, на самом деле, бла-бла-бла, большая честь открывать первый еженедельник после главного шоу года. Но не об этом сейчас. Я искренне хочу поздравить Михаэля Киллера с победой. С тем, что он стал первым в истории чемпионом миллениума. Но я хочу заявить, что, Мишаня, ты обязан этой победой только лишь мне. И я думаю, что за такой подарок, за такой подгон судьбы, что ты вошел в историю, как первый какой-то новый чемпион, ты должен дать мне тайтл-шот на свой титул. И я должен быть первый в этой очереди. Так как, если бы я в полуфинале не нейтрализовал Дерека, то в финале он бы дрался с тобой. Это 100%. Брэндон Ли не вывез бы. А в дальнейшем не вывез бы и ты, Дерека. И этот титул получила бы эта тупая верзила. Так что ты обязан своей победой только мне. Ну шо, Мишаня там победит? Да. Ну такие, да, претензии в свою сторону ловить Мишаня, конечно, не стерпит, не стерпит. Я сомневаюсь, что в этих претензиях есть слишком большой смысл. Ну как бы. Мне кажется, смысл не в том, что они Мишаню как-то задели, а смысл в том, что Мишаня просто, ну, не нравится ему, что Ментос на него там песочит попусту. Ну я могу Мишаню пойти в этом плане. Какая модная жилеточка, ты посмотри. Видно, в зале не только слишком холодно. Да, такое яблочко чисто вышло. Давайте слушать. Спасибо, конечно, Ментос за поздравление. Хоть оно было, как всегда, язвительное в твоем стиле. И я не буду с тобой спорить. Ты так считаешь и считай так дальше, что моя победа это чисто твой подарок. Ну, отчасти да, я благодарен тебе. Без тебя я бы не говорю, что я проиграл. Но это было бы гораздо сложнее. Ты сюда зачем сейчас вышел? Спорить со мной, оправдываться? Братан, я поставил тебя перед фактом. Твоя победа это полностью моя заслуга. Но я никаких одолжений бесплатно не делаю. Мне нужен тайтлшот сегодня за твой титул. И это не оговаривается. Хорошо, Ментос, но это как-то не совсем честно. Ведь у тебя уже есть чемпионство. А ты у меня. У, конечно, не... Хех, уже не молодой, но только-только начавшей восходить звезды. Хочешь отобрать самое драгоценное, что у нее есть? И не ставив ничего на кон взамен? Я хочу, чтобы это был бой за два титула. Мой и твой экстремальный. Ха-ха, Мишаня, ты такой смешной. Я даже не то, что уверен. Я знаю, что я выиграю. И мне абсолютно никого труда не составляет поставить что-то свое на кон. Чтоб твоя мифическая, невероятная, даже теоретически победа стала для тебя весомее. Да пожалуйста. Сегодня в Мейн-Ивенте это будет круто. Ну, интересно, интересно у нас в Мейн-Ивенте за два титула. Кстати, такие бойцы интересные. Их бы матч я посмотрел, тем более за два титула, да. Да, да. Не на каждом... Ну, это всегда интересней. Не на каждом, что вы такое увидишь, а еженедельники тем более. Ну, да. Там кончиков был гораздо раньше, и там его гораздо больше. Да, пацаны, подписывайтесь, не забывайте. Конечно, конечно, да. Так. Тоже дальше. А что-таки... Ооо. Против Адидоса. Адидоса странно, почему командные чемпионы занимаются такой левой хуйней. Есть братство, можно отстаивать все дела. Да, ну... Хуй знает, хуй знает. По сути-то у них даже претендентов таких, ну... А... этих... Официальных нету. А кто станет претендентом на титул, и можно так-то пока что и без... Эээ... Чемпионов решить. О, да. Так. Кто у нас уходит? Волос я решил дыбить эту бутылку. Осталась одна кружка. У нас уходят, собственно, командные чемпионы. Ну, что ты думаешь про команду Смертоноса и Адидаса? Да, крыло его знает. Ну, они просто есть и все. Хе-хе. Ну, сколько они уже выступают? Сколько они выиграли титулов? Знаешь, вот главная проблема вот любого рестлера в том, что он неинтересен. Ага. Одно дело, если рестлер вызывает любовь. Либо же какие-то негативные к себе эмоции. Значает, что рестлер делает все правильно. А когда ты подожишь на чувака и думаешь, ну, здесь он выступает, я бы по нем. Как бы, вот это плохо. Я считаю, что это провал. Да. Не, ну... Пацанам нужно в этом плане немножечко поднапряжься. Не, ну вот на Смертоноса и Адидаса, именно как на команду, у меня пиструн поднимается, конечно. Они самая надежная команда. Просто какие команды у меня в Феде не существовали, они разваливались потом в скором времени. А эти пацаны в командном дивизионе дрочат уже, ёпта, года три. Вот они, шесть титулов, получается, выиграли, или семь командных. Шесть, шесть. Вот. Ну и как бы терять такую стабильную команду, это, ну, не охота. Тем более, ты знаешь, командный дивизион в моей Феде, он все время в полумертвом состоянии пребывает. Ну да, сейчас это целых две команды, братство и они. Да, так что, ну... И то, и то, братство существует только чисто благодаря мне. Да, и что мне вот делать с этим командным дивизионом? Гонять командные титулы между двумя командами, как это фьюд усосов и нового дня? Ну, как вариант, если вообще, если вообще, типа, ну, пусто, то, в принципе, как вариант. Ну да, понабивать титулы пацанам, сделать их легендарными командами, да? Ну как, не, ну, в принципе, это не такая, вроде, слишком плохая идея, как тебе можно показать. Не, я не говорю ничего, эта идея хорошая. Вот он, самородок, выходит. Вот говорить, что кто-то негативное, либо же позитивное про демастика, я сегодня вообще, в принципе, не буду. Но согласись, вот это титул ему к лицу. Ну, титул, да, к лицу, не знаю, что. Знаешь, что-то говорить плохое или хорошее про демастика, это как открыть ящик Пандоры. Что-то сказать, что демастика плохое, он вылезет в беседе и начнет пиздеть, что ты пидорас. О, может, и без этого вылезти в беседе, говоришь, что ты пидорас. Ну, да. В принципе, когда Магнус что-то пишет в беседе, там сразу ебальников 10 вылезает и начинает говорить, что он пидорас. Не, не, ну, в последнее время, кстати, не очень, и меня это очень радует. Ну, человека 2-3 точно находится. Ну, вот, кстати, относительно недавно, пару дней назад, я даже с Рубенковым переписывался. Раньше он, типа, вообще негативно был настроен. А сейчас как-то нормально, мы что-то обсудили, а ты не помнишь, что. Нормально. Чувак взялся с хорошей стороны. Я галочку поставил, что чувак вроде исправляется, вроде что, более адекватно. Ну, заявись. Вы как с ним подкаст записать не хотели, так и не получилось. А? А? Что, говоришь? Вы как хотели с ним подкаст записать, интервью, так и нихуя не договорились. То он забил или ты? Да, оба, блядь, как-то, нахуй. У него поездки у меня, работа или, знаете, попойки. Кстати, расскажи пацанам о том, что именно я был обранчальником этих подкастов, и я тебе предложил записывать. Ну, вначале, да, вот, если бы мне Андрей и Рейфер не написал и не предложил записать подкаст, я бы хуй сейчас Феду вернул, хуй бы вообще даже шо бы этот доснял, главное ебаное. А то тут Рейфер просто залетел и на, нахуй. Новая волна рестлинга, нахуй. Я возродил желание от него заниматься. А я параллельно расшевелил весь этот муравейник, блядь. Так, ну что ж. Ох ты, ох ты, а представление-то какое ебать, как будто чьи... Как будто Мир восьмой хуй на туре, типа, ебать мой хуй, шо щас за матч важный был, это, бумажный, да, хуй. Ой, особенно Адидас-то, уф, боец прям. Вот он, вот он, вот он. Раз, два, три. Три. Что такое? Да, три. Тот, чего три? Три красные перекоски титула у меня. Да ну. Даже я не помню, что ты столько выигрывал. Три. Канал спел, сука. А у меня же всё в паблике записано. Нихуя, у тебя, а с фоточками? Что, насчёт фоточек могут быть вопросы, потому что я паблик не сразу реанимировал. Ты лучше знаешь... Я его в паблик всё время забил, а потом реанимировал. Ты лучше поищи, поделай скриншоты с выигрыша каждого из своих титулов, поприкрепляй их. Ну есть, мне есть. А лучше ещё... Есть. Вот, а лучше... Не, прямо каждый, если ты какой-то титул выигрывал дважды, два скриншота с разных побед. Понял? А, есть, всё, у нас всё нормально, есть. Ага, и лучше... Ну, шоу, наверное, хуй, да, все сохранились, где ты что-то выигрывал? Да, что гонишь. Ну ладно, начинаются матчи, нихуя себе, Адидаса зажимает Димку. Ну, Димка быстро раздуплился. О, Димка сразу понял, что зажимать его не есть хорошо. Он будет сам всё зажимать. Да. Не, Дима, чисто техника. Ты понимаешь, типа, Дима сейчас в более выгодном положении, как мне кажется, потому что... Более быстрый. Не, даже не в этом. Потому что Димасик привык же выступать в 100-100 матчах, а типа, Адидаса он более командный игрок. Блядь, судью вырубили. Ух ты, вот Ковалевский охуел, пришел... Димасик, ты ебок, блядь, судью вырубил. Пришел в мою эфиду, еще персонал пиздит. Да. Я ему зарплату плачу, нахуй. Чтобы он валялся, что ли? Страфуем его на всю зарплату. Да, нехуй отдыхать на ринге. Ну, для Димасика идеальный противник по комплекте этого, там, смертоносик. Понимаешь, понимаешь, в том-то проблема, что Адидаса, как бы, командный игрок, а командный Соломаки в них есть разница. То есть, есть какая-то шара, например, передать так, передохнуть. Это да. Блядь, его нет. Ну, я прикалываю, что все чуваки, которые на последних шоу пиздятся за Красноперекопский титул, все в красных атирах. И это, ну, это нихуя не я случайно, ну, специально так делаю. Я просто снимаю матчи на похуй, ставлю соперников на похуй, а потом такой, да охуеть, да как так получается? Все, кто идут тратся за Красноперекопский титул, выходят в красных атирах или с элементами красных. Ну, это, ну, случайности не случайны. Ну, вот, не, знаешь, Адидасу сейчас второй титул слишком жирно. Да, да, хотя, ну, пацан недавно был в предмейн-эвенте главного шоу года, дрался за главный титул. Ну, там, там такой матч, и весь смысл, что он там должен был проиграть, потому что, вот, честно, вот я в том предмейн-эвенте, я слабо верил в его победу вообще. Ну, мне кажется, никто не верил. Ну, то есть, процент был, наверное, 98%, что он проебет. Ну, процента погрешность, понимаешь? Интрига была вообще, нахуя, он там нужен был, вот в этом была интрига. Не, ну, Адидасу, мне кажется, жирно не то, что, опа, второй титул, а жирно будет, блядь, победа над Димасиком, нахуй. Понимаешь, и то, и то. Опа, смотри-ка, акробатические этюды-то, да, курок назад. Ну, понимаешь, рано или поздно Адидасу выдохнется, полезет Смертоносу передавать так, а потом поймет, что он обосрался. Что, ну, не работает, да? Ну, что так не работает. Еще может Смертонос затупить, пойти дать Ковалевскому пинга и получить дисквалификацию. И матч, типа, ну, автоматом защитой закончится. Ну, да. Оп, 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 оп. Ох, красиво, красиво. Так, удержание. Раз. Раз, ну, Димасик, давай уже. Что-то потяжелее, пацаны. Я не знаю, ничего, идем дальше. Так, у тебя что-то немножечко, ну-ка, скажи сейчас, что-нибудь. Я говорю, что-нибудь. Все, нормально, просто на секунду у тебя был зажеван звук, как будто ты в противогазе сидишь, комментируешь. А, Димасик-то потяжелее, это заряжает, хуя, он сколько своих фирменных этих болевых тоже сделал. Эти фирменные болевые ни к чему хорошему не приводят. Ну, смотри-ка, хуя, Димасик заряжает, ебать, а сейчас они сдастся рады или поздно. Я вспомню эту ебаную игру и понимаю, что эти болевые ни вот, в середине матча вначале ни к чему не приводят. Это да, но в смысле, чем их больше, тем пизжи, типа, если поставить все приемы, а тем более сигнатуры финишера на одну часть тела, и потом на эту же часть тела финишера поставить болевой, ну это ну пизда, все. Ну это да, это вот единственное, что да. Крабик показывает, крабика показывает. Да-да-да, я помню играл в WTK 19 по сети, вот, и, короче, играл с каким-то по сети, мне выдало какого-то чертожопика, вот, и этот пидор создал себе такого пидорского персонажа. Это просто, понял, он поставил себе все приемы на ноги с разбега. И еще и так, что такие приемы пидорские, их хуй среверсишь, там микросекунда в натуре дается. А так как он еще откуда-то с пиндосией, там еще пинг ебанутый, блядь. И просто он пол матча ебашил одним приемом, он ебашил мне ноги, наверное, минут 10. Потом сделал один болевой и просто все. Ты был кем? Бул хромом? Я-то, да. А он своим. И, блядь, просто он меня разносил нахуй. Но потом он начал звать меня в командные матчи, в которых я получал минут 10 пизды, изматывая соперников, а потом выходил, выходил он и просто убивал, нахуй. И мы так, наверное, каток 10 сыграли. Так. Что-нибудь выиграли? Да, хуй, ну просто посетили, башни. А что, посетили, нельзя за титул ставить? Да я хуй его знаю. Я это было давно, пиздец, когда еще, ну, Ки-19 обслуживалась. Опа, ну-ка, сейчас что-то интересненькое будет от баррикады, ну-ка. О-о-о. Ну, самое такое себе, что можно было сделать. Мне очень интересно, на самом деле. Ну, что там? Димка встает, Адидас тоже уже тут, и... Славянский зажим яйцами. Ну, блядь, пока не яйцами, сейчас, 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 да, нет, люди, блядь, удар по яйцам, дисквалификация. Это Реслинг, о, это Реслинг, тут до яиц всегда доходит, рано или поздно. Это точно. Опа, ну все, мне кажется, это финал. Ну-ка, 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 ну-ка. Да. Все, да. Ну, это неудивительно, на самом деле. Просто Джастис Хилл, который, ну, буквально недавно... Да, что Димасик выиграет. А? То, что, что? Ау сказал, что Димасик выиграет. Ну, сказал. Я сказал, что Димасик выиграет. Да, да, да. Ну, это, блядь, ебать. Удивительно, да? Ну, просто человек, который недавно отпиздил импульса и Рэнди Стоуна. И тут Адидас. Кто такой Рэнди Стоун, кто такой импульс, и кто такой Адидас, блядь? Да. Ну, легенда МФВ, отчасти легенда верта и легенда командного дивизиона, но... Но, да, это все не того уровня достижения. Понимаешь, Димасик сменит имя, сменить образ. Он вообще под ноль. Не-не-не-не-не-не. Сменить своего персонажа. Нельзя, нельзя менять Адидасу имя. Адидас это как икона. Это он должен быть. Это, понял? Это символ эпохи целой виртуального рестлинга, понял? Когда он только появился. Когда там приходили школьники, блядь, там. Вот эти, придумывались ебанутые имена, ебанутые ниги. Ну, опять же, сравнивая с тем, что... Мамка на гибатор 2.8. Типа такого. Да, да, да. Это один такой персонаж, как память о тех светлых временах зарождения вирта. Он должен быть, он должен оставаться тут с нами. А-а. Не забывать выступать. Делать, копировать его и делать себе похожих, там, бородатых вискобритых, блядь. Называть его как-нибудь, там, Крис Блэквилл какой-нибудь. Ну, у нас такой же Джастис Крис, Джастис Крис сейчас выступал. Вот еще новая тут есть. Так что Adidas еще пооригинальнее многих будет. Тем более, ну, как минимум, три человека уже отыгрывало этого персонажа. Так что, ну, нельзя вот так просто взять и перечеркнуть все его наследие. Ну, я предположил, что я был неправ. Блядь, Джонни Джейсон идет. Ух ты, ух ты, ну, тут точно надо послушать. Новичок-то, новичок. Я уже не новичок, у меня дробовичок. Послушаем, что он сейчас нам скажет. Всех вас приветствую, дорогие зрители. Я Джонни Джейсон. Вы, наверное, уже знакомы со мной. Я выступал на прошедшем празднике рестлинга под названием Миллениум. И там мы в команде с Альбертом Магнусом пытались отобрать командные титулы у Adidas и Смертоноса. Первый блин комом, но все еще впереди. Я должен признать, удержан был я. И, возможно, так как я еще молодой, зеленый в этой федерации, я послужил причиной проигрыша. Но я не стану останавливаться на этом. И не хочет останавливаться мой командный партнер, теперь уже Роберт Левис. Мы хотим заработать еще один тайтл-шот на командные титулы на сегодняшнем шоу. И я думаю, особого труда нам это не составит, так как кроме нас, группировки Братства и самих командных чемпионов, каких-то видимых объединений в этой федерации я сейчас не вижу. И поэтому давайте. Я жду какого-нибудь чисто формального матча и свой билет за второй попыткой взять золото. А, нихуя, нихуя. Опа. Джаймс Миллер выходит. Вот это, вот это, ну-ка. А какая новая мус-тема у него, а? Нихуя себе. Пизданая, да? Да. Мне нравится еще, когда гитара сейчас. Вот что ты сделал. Я сделал его лучше. Мне кажется, тренировки импульса идут на пользу. Импульс считает себя идеалом, иконой. И вот как-то, пожалуйста, здравствуйте, меня зовут второй импульс. Мне странно, почему импульс его сразу на лосы не побрил. Ну да ладно. Это. Давай послушаем, что он скажет. Джонни Джейсон, ты давай-ка тут не пизди. И не забывай о том, что в этой федерации есть еще так же старички, которые уже давным-давно ждут своего шанса засиять. И так как недавно импульс согласился стать для меня больше, чем даже менеджером, а наставником, мы с ним решили, что пойдем за командными титулами опять. Ну, во-первых, не затыкай мне рот, сука розово-волосая. Во-вторых, что значит опять? Я тебя, кроме как проеба в начале шоу, нигде не видел, науф. Где ты сосал члена, и максимум, что тебе светило, это красный перекопский титул. И во-вторых, как ты уговорил импульса выступать с тобой в команде? Это же низко. Ну, значит, сейчас я тебе по порядку отвечу. Сам ты, сука, бородатая и немытая. Во-вторых, снова это потому, что импульс уже не впервой берет талантливых ребят и не брезгует. Собственно, ручно вытягивать их вверх. И в-третьих, он решил сделать из меня человека, и я полностью буду отдаваться этому делу. Я не знаю, кто из вас, пидорасов, там кому будет отдаваться и сколько раз в день или в ночь. Но нахуя ты сюда-то вышел? Ты хочешь посоперничать со мной, с моей командой, с моим братством за право побороться за командные титулы? Да к чего тянуть? Давай же сегодня мы с тобой и попиздимся, и узнаем, кто более достоин второй попытки. О-о-о, ну и повеслать. Нихуя себе. Ну, блядь, Джейсон, сука, он, вот видно, что ученик Магнуса, вот он на языке, на микрофоне может выебать у любого. И вот Джеймс Миллер, вот он не осилил высказать. А кто, я забыл, я, блядь, вот пять секунд назад видел, забыл, кто ударил-то первый. Миллер. А-а-а, ну все-таки да. Кто это, блядь? Ну все, начинается. А, садим, вы че гоните? Давайте поиграем в догонялки. Сука. Ну неплохо, неплохо. Ну как, че, скажем, знаете? Экшен, экшен, как оператор, да, охуевал. Да. Джейсон оказался умнее. Хитрее, быстрее, ух ты, как он, как он чувствует, а? Неплохо, неплохо. У, ты друг, че, нормально, нормально. Ну-ка, ну смотри-ка. Опа, телепортация. Походу Джейсон начал отступить. Ну Миллер, Миллер хоть и пизденно получал, но смотри, переиграл и уничтожил все-таки. Мысл, типа, что сейчас ему это дало? Блядь, я бы хотел, чтобы у меня Федя был в этот... Евгений Панасенков. Там контент выходит гораздо раньше. Ко? Знаешь, кто? Нет. Панасенков. Маэстро истории. Ты не знаешь этот мем? Нет, кто это? Блядь, че за тип? Он бы такие промки выдавал. Просто выходит только всякой швали. Ну, слушай, вот это... Вы думаете, вы меня переиграете? А, я понял, я понял. Я, наверное, по-моему, считаю, был, да? Да-да-да, прикинь, вот этот тип выходит и там просто всякой швали, как это... Ебать бы он выдавал бы нахуй. Так, ну что у нас? Да. Ну да, мы были правы. Мы были правы. По свою музыкальную тему. Только-только произошел разгон и опал в сопровождении уже Роберта Левиса. Смотри-ка, у нас пока Магнус занимается делами за мировой титул, пацаны... А это я у него нахуй не лужу от мировой титул. Да-да-да. Вы, че, гоните? Какой нахуй мировой титул? Пацаны совершили рокировочку и Роберт Левис попадает у нас в командный дивизион. Но мне кажется, Роберту Левису, да, надо бы отойти пока что от мировых титулов. Пока что там плавают слишком крупные акулы. Ну да. Да тем более, куда Роберту уже? Он уже двухкратный мировой чемпион, ему это нахуй не надо. Да и Магнусу тоже нахуй не надо. Нахуй он полез только за мировой титул. Нахуй я? Ну Магнус, это, понимаешь, это как мисс. Он вроде уже нахуй все изжил свое, но, блядь, все, что-то лезет и лезет. Ну есть такое. Да. Ну давайте посмотрим. На ученика импульса. Что импульс смог из него слепить? Ну мы уже увидели, что он слепил из него второго импульса. Да. И смотрите, импульс сам выходит со своим послушником, юным подаваном. Это точно копия от тира импульса. Почти точно. Бинтики у импульса другие. Волосы другие. Ну волосы есть. Самые импульса. Майка. Даже на рукавнике. Это все, сука, копия импульса. Ну нельзя импульс... Ну нельзя воспитать что-то лучше импульса, кроме как самого импульса. Оу, да, мы это видим. Типа. Другого идеала лучше, чтобы стремиться к нему, ну быть не может. Ну знаешь, мне вот интересно, Миллера по итогу возьмут фамилию, там, Джеймс Импульс, что-то такое. Джеймс Импульсович, да? Импульснюк, да? Это какой-то... Ну что-то тебе пошло. Ну, кстати, удивительно, почему у нас Дерек не стал импульсом. Дерек? Ну да. Он же в караване был. Тоже, блин, на то время на ВИЧ. Ну-то что, то что. Дерек это самодостаточный рестлер. А вот этот Миллер может еще так поступить, а это будет угарный пиздец. О! Ну что, посмотрим. Это, кстати, ну, затравочка, затравочка на бои за... Ну, это, как сказать, развитие фьюда за командные титулы. Все-таки кто же из этих двух команд ставит претендентом? Ну, хоть и братство обосралось на последнем шоу, ну, мне кажется, это чисто разогревочный с первого раза. Как сказал Роберт, как его? Джонни Джейсон, что первый блинкомом, в принципе, ничего страшного. Да, тем более он новичок. Да. Тем более, что пацаны Адидас и Смертонос сами только недавно отобрали титулы, так что. Такие смены резко не происходят, и они пошли бы не на пользу командным титулам. Да, это точно. Престиж бы был утрачен. Так, ну, Джонни Джеймсон неплохо действует. Я не знаю, это за первое претендентство или как? Ну, вот. Не, ну, хуй знает. Давайте матч, как... Я хочу, вот, Владос, сделай мне это. Матчи импульса импульса младшего против братства. Импульса импульса младшего? Да. Против братства? А можно вообще 3 на 3 замутить? Импульс? Импульс младший и Джеймс Миллер. Нет, подожди. Импульс? Его брат, получается, как его зовут? Денис? Денис, да. И Джеймс Миллер? Денис. Есть, есть чего. Это да, это как бой трехколосичный, да? Что-то типа того, да. Оп, оп, ну ты посмотри, кстати, еще какое-то сочетание однир, как бы цвета поребрика такие, синие, ну, сине-голубо-фиолетовый и вот фиолетовый Джеймс Миллер, синий Джонни Джеймсон. Да. Импульс, сука. Я теперь понял, что он все время на поребрике выступал. Его фиолетовый костюм сливался с окружением. Да, это точно. Ну, как ты понимаешь, я в этом матче за своих ребят болею. Это, конечно, это, конечно. Кстати, по поводу матча за претендентство, ну, не знаю, давать претендентство на командные титулы в одиночном матче, мне кажется... Да, это вообще не есть хорошо. Ну, мне кажется, тут будет работать стандартная схема для моей Феды. Сначала попиздится одни командные партнеры с другими, потом вторые, и в итоге будет полноценный командный матч за претендентство. И там уже сам бой за титулы на пейпервью. Кстати, следующее пейпервью у нас, ну, на носу, это свежая кровь. Да, это интересно. Так, а что у нас? Правда, свежей крови нихуя нету, но хотя бы походи по пейпервью будет. Хе-хе. Да, ну, свежая кровь, это, типа, понял, вот первое пейпервью после главного шоу года, типа, что-то новенькое. То есть, ну, самой свежей крови нихуя и нету. Хе-хе-хе. Ну, блядь, я бы мог сделать фишку, что на этом пейпервью все матчи идут по правилу до первой крови, но это было бы пиздец. Ну, тупо. Не, ну, это было бы угарно, но это да, хуйна, да. Ты можешь сделать просто отдельный матч кровью, это да. Ну, один матч, хуй знает, матча 2-3 как минимум, чтобы оправдать название целого ППВ. Ну, блядь, ну смотри, просто когда вот были NXT WarGames, то уж был только один матч WarGames. Ну, блядь, и зато какой, это такое го-го-го-го. Ну, это, наверное, то же самое здесь. Сделать, я не знаю, вот матчки по каким-то супер-пупер-экстремальным правилам, там, на 20 минут. Где миллион охот, столов, стульев, кендер-стиков, блядь, а тут у друга пиздят ими. Ну, это уже больше, ну, это уже больше же есть еще ППВ Ночь Хардкора. Ну, да. А тут, считай, два одинаковых ППВ было бы, ну, что-то не то вообще. Ну, не знаю, обдумать надо просто. Конечно, конечно. Так. Опа-па-па-па. Так, это у нас уже пятый сезон идет, то есть четвертый End of Generation прошло, и все идет к пятому, к юбилейному. Юбилейное главное шоу года, ебать. Многие фиды. Да, раз, 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 два, ну, смотри. То есть, можно сказать, что Джейсер уже победил, только если не ебаный импульс. Да не, не, не было там на три счета. Было. Да не. Да было, да пока судья опустился, пока, на руку на первый раз, пока импульс залез. Не, ну, импульс хули, ты че, импульсов, блядь. Ты от него другого ожидал, это же импульс. Ну, нет, снахо, господи, это же импульс. Да, ну вот, я к тому, что, опа, сворачивайся, смотри, и учится у своего учитель, это Джеймс Миллер. А Левис-то не лезет. Да, как это? Ну, вот я к тому, что многие фиды до первого ППВ-то не доживают своего, не то, что главного шоу года, а тут скоро юбилейные. Пятое. Ну, пятое, ну, не на носу, но мы начинаем, мы в начале дороги к нему. Сколько у нас ППВ осталось до главного шоу года? Так, смотри, тяжелая кровь, ночь хардкора, кот в мешке, потом, что у нас будет? Раскол, раскол, последний рубеж и е-ок. Чё-то как-то я вообще не заметил финального финишера. Видимо, без финишера закончили. Ну, да, у него такое ощущение, что Джонни Джейсон вообще после какого-то рандомного тычка лег. Ты слил, блядь, потенциально хорошего рестлера, за которого я в ответе, за которого я ручаюсь лично, Джеймсу Миллеру. Серьезно? Не, ну, он пока что новичок, это первые матчи, он еще в командном дивизионе, это пока не страшно. Но смотри, какие у него пиздатые приемы. Ча-а-а. Я понимаю, что типа, как бы, он в одежде импульса. Не, честно, я вот, когда этот матч снимал, у меня было похуй на результат, я поставил чисто на рандом. То есть матч был равным. Я сам охуел, что Джеймс Миллер выиграл. Как бы понял, некоторые матчи, ну, которые не надо прям какого-то жесткого сюжета, да. Я вот ставлю на рандомы, что он вот реально вот все решает случай. Ну и вот тут вот так получилось. Получилось, ладно, пусть им. Самое главное, чтобы в матче за президентство. Ну, тема прикольная у него новая. Я сам ее в каких-то ебенях отрыл, и такой, нихуя себе, что у меня в плейлистах-то валяется. Ну, это точно сюда. Ну, кстати, можно предположить, что это тоже тема, похожая на тему импульса. Ну, я, да, искал что-то похожее специально, и такой, ух ты, блядь. Кстати, по твоим просьбам и заявкам, я вернул импульсу старую тему. Потому что, ну, как бы, импульс это, ну, вот этот эпичный выход, ну, это, ну, ничем было не заменит. Это вот этот разгон, 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 рука вверх, лазер и... Ну, это было охуенно, то есть, ну, это, билдбич, что реально, это охуенно. А что, неужели у нас осталось два матча, и следующий матч, матч Магнуса против Брэнда Нализа, первый претендент на мировой титул, если что, так-то. О, Барс, охуяся. Барсуха, братуха, ебать, кстати, да, где у нас чемпион России, сука, уже шоу к концу подходит, а пес не отрабатывает свои бабки, нахуй. Там мне говорят, блядь, у нас что за бабки работают, я думал, за еду, нахуй. За еду? Не-не-не, все, Барсуха, давай того хуесосит. Так, давайте, скажи, что ли. Ну что ж, благодаря какой-то новой, довольно интересной и необычной системе распределения титулшотов от руководства, я заранее знаю, что мой следующий соперник это Синкинг Фоста Бишоп Даггенхарт. Я, честно говоря, даже не знаю, как к нему относиться. С одной стороны, он сын своего отца, а его отец такая редкостная и пидорская мразь. А с другой стороны, не особо-то я смотрю, что на него и похож. Да и мне он дорогу никогда не переходил. Но я помню, что что-то кучу мутных схем он мутил, пытаясь крутиться как раз-таки около русского чемпионства. Я не знаю, что ожидать его, тем более по отношению ко мне. Так что, не знаю, не знаю, чем это все обернется. Как бы то ни было, к матчу я готов. К этому вызову готов. И к Бишопу Даггенхарду, как к сопернику, ну, я отношусь довольно-таки лояльно. Я готов защищать от него свой титул. Вопрос лишь в том, как он будет за него бороться. Честно, подло. Я в этой федерации видел уже все. Меня ничем не удивить. Вопрос для него только в том, как он себя проявит. Как нормальный рестлер или как сын Кикфоста. Бишоп Даггенхарт выходит, Барсу. Вот это да. Ой, да, кстати, у нас же официальная хуйня, что так как титул чемпиона России, а у нас Россия свободная и демократичная страна, если что, тут, как и в реальности, все решается волей народа, голосованиями, референдумами. Брадо, да. При претендента на титул чемпиона России у нас выбрал наш, наш, как это, наш народ, наши пацаны, участники федерации и как бы, ну... Оферендум. Так, что, что, что? Проверил оферендум. Да, да, да. Вот. И Бишоп, ну, народно избранный претендент. Барс, давай опустим все вот эти прошлые истории, привязки к тому, кто чей друг, кто чей сын. Я тебя уважаю. Я уважаю твою карьеру и то, чего ты тут добился, несмотря на то, какие именно в этой федерации у тебя были палки в колесах. Я сын своего отца, но я не свой отец. И я буду действовать честно. Бишоп, если это так, и то, что ты говоришь правда, я очень этому рад. Как рестлер ты мне очень даже сильно нравится. Пусть в этой федерации у тебя пока что до нынешнего момента все шло через пизду собаки, но я видел, как ты работаешь, как ты подходишь к своему делу, и мне нравится такой подход. У меня есть дикий интерес в нашем матче. Барс, мне тоже ты очень интересен как соперник. И у меня тоже бешеный интерес к нашему матчу. Но самое главное, и для меня, и я надеюсь для тебя тоже, что бешеный интерес к этому поединку на грядущем и первую свежую кровь есть у всех этих зрителей. И я надеюсь, что достойнейший и честнейший из нас станет чемпионом России. Или же останется им. Поддерживаю каждое твое слово, Бишоп. Ведь не просто так народ проголосовал за тебя. И сочли именно тебя самым достойным из всех претендентов на этот титул. Не опозорься, не опозорь этот титул. И не разочаруй народ. Не убей его хорошее мнение о себе. И давай просто выйдем и покажем настоящий, сука, матч. Опа, ну всё, всё. Ну договорили. Кстати, да, ну фьюд начинается пока что, как бы это сказать, на дружеских щах. Это мне нравится. Ну смотри, кстати, это вроде была последняя промка на шоу, так что дальше нас ждёт чисто акшен, актьюм, экшен. Мне уже, в принципе, на матч Магму с Элика как-то похуй на самом деле. Короче, сейчас нам надо будет замолчать, чтобы мы послушали новую тему Магнуса. Да, кстати, что же это, смотри, какая интрига, да, как Мишаник Киллер поднялся, что тебе и его матч интересен больше, чем матч Магнус. Смотри, два бородатых ублюдка чисто. И ещё два бородатых ублюдка. Ну что, давай. Кто там первый-то выйдет? Я не помню, вроде... Первый, скорее всего, Ли, потому что он первый. Да, сейчас Ли. Ну да, можно ещё. Надо его послушать полностью. Там же новая музыкальная тема, новый выход. Сексуально. Так, ну вот, можно попиздить. Как тебе в целом система голосования за президента на русский титул? Ну, такая неинтересно, кого выберет народ. На самом деле, не очень. Я тебе уже говорил сомнения по этому поводу. Народу давать какую-то властник, чему хорошему это не приведёт. Да, нет. Мне пока нравится. Ну, мне нравится. Понимаешь, просто... Если, допустим, вот, какого-нибудь непопулярного чувака, допустим, того же самого Гаса, либо Смертоноса, это, как бы, это, как бы, один чувак, который, он есть, он активист, но он просто не появляется ни в беседе, нигде. То есть ты про него не видишь и не слышишь. Я даже не знаю, кто игрок. И какой-нибудь Барс, там, допустим, с Джоном Мендесом. Ты знаешь таких пацанов, как бы, ты знаешь, кто они, что они. Потому что вот шанс 90%, ты думаешь, что выигрыш полный, кто-то вот из старых пацанов. Не-не-не, а ты знаешь, кто попадает в списки на голосование за русский титул? Кто? Ну, это же, ну, нихуя. Это, блядь, титул. Блядь, вот понял? Все титулы, которые у меня были в Феде, они были разыграны на первом БПВ. Моей Феды. А русский титул, это самый старый титул. Он был разыгран на первом шоу. И этот престижный титул для меня, после вирового. И в претенденты, в голосование на этот титул, я ставлю только таких, знаешь, чувачков, которые доказали себя. Те, кто в Феде давно, и те, кто... Что, Адидаса себя доказал? Адидаса не было там, или был? Да его там вроде бы не было. Даже если он был, он очень непосредственен как бы. Да, нет, ну... И вот в этом-то и проблема. То есть, пацаны, которые старичи, которые просто себя не показывают. Есть те, которые, ты знаешь, тех пацанов, ты знаешь, что они в беседе есть, они активные, они все. И просто большая шанс, что этот Адидаса никуда в жизни не получил, за мать. Ну, короче, я ставлю тех, кто был главным чемпионом, или тем, ну, типа, мишанником. А, я понял, понял, кто очень много времени активен, кто показывает. Так, все, молчим. Сейчас выход на огуса, надо подорочить обязательно. Держите руку в трусах. И его роман, из Федекс, Аризона. Держите руку в трусах. ПОЁТ НА УКРАНИСКОМ ЯЗЫКЕ Держите руку в трусах. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Т queue Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Другка Отпадал DimaTorzok Спексамир the Smbar garden По стольюму 20 лет Магнусу Ну да Так identifying Вот яogу мальчикges Субтитры создавал DimaTorzok но это не то что эти гаврилы уже предпевщик передел ему модельку так и думал но все время я даже когда я не помню как я снимал этот матч я даже забыл что тут вот такой жесткий разъеб магнуса был но мне кажется если бы магнус сейчас победил и стал опять первым претендентом на главный титул весь рост рыбы с говном меня просто заебал ну понял магнус у меня как затычка он должен вот везде где надо чё так где-то разбавить фьюды значимые титулы сразу магнус автоматом влетает туда это вот как джон сина раньше было ебать надо кому-то передать титул и промежуточным звеном всегда был сина как он выиграл свои 16 титулов вот тут в одной про магнуса а сколько у романа рейнса главных титулов блять вообще три или четыре три или четыре смотри первый титул получается он получается у этого у этого у этого у этого у у у игрока выиграл да потом выиграл универсал да и пацаны не забывайте скупать группу вконтакте потом еще универсал выходит гораздо раньше второй универсал он выиграл даже хилом был да да и еще мировой 5 титулов получается 5 титулов да ну ебать у него рейн конечно ну не они грамотно все сделали что он такой долгий рейн я смотрю сейчас на рейнса мне очень нравится на него смотреть да я готов чтоб он в натуре еще лет 10 держал эти титулы то есть ну реально настолько не все хорошо сделали все грамотно да еще теперь у него один золотой чисто сушный титул который вот понял все вот эти в дабу дабы всегда делали объединенные чисто золотые титулы вот в его чисто делают и рейнсу нормально о выходным что же пришел во время мейн ивента да ну самое смешное смотреть комментарии когда люди пишут рейнс заебал он переосъем не ну вот когда он был фейсом это да самый популярный рестлер в мире самый высокооплачиваемый рестлер в мире это лучший рестлер в мире на данный момент сейчас сейчас а вот когда он был фейсом это был вообще в натуре говнище просто он мне тоже нравился но ну вот иногда иногда но вот в последнее время до того как он стал хилом это просто ну ужас нахуй да вот его фьюд с гробовщиком который возвращался уже миллион раз вот этот его фьюд с гробовщиком на рестлмане это просто ужас а мне понравилось когда он ручка выиграл но это был такой уюбичный блять детство не итог мне понравился мне гробовщик никогда не нравился ну гробовщик тоже да из него выжимали последнюю не вот когда после того как его стрик побили у него была пара матчей с Леснером вот это было жестко вот там пацаны реально показывали вот там гробовщик еще мог это были последние его нормальные матчи в этот момент вот Рейнс вот реально самый сейчас реальный самый популярный рестлер в мире конечно и вот Мерс продается огромными тиражами ну ты уж так ну вот знаешь что бесит из Роллинса сделали какого-то ебнутого клоуна вот мне вот Роллинс последний раз нравился когда он был вот Миссия когда у него в свою группировку была не мне вот ну что то да вот авторы боли и вот этот вот чувак как его а этот понял да который сейчас муж этой Риэри бля хуя ему повезло я бы ее блядь день и ночь трахнули и блядь я бы вот чисто вот даже вот чтоб вот она на меня села и все я там не я ее она меня там и листовала нихуя да просто я бы блядь приходил бы домой и каждый вечер все давай на лицо мне садись быстро нахуй так вот сет Роллинс мне вот вообще не нравится вот его с темы убрали вот эту Берни Даун блядь это была идеальная тема нахуй ее убрали вот у него сейчас тема вообще говнище мне не нравится мне тоже я говорю вот самый последний момент когда мне Роллинс нравился это когда он тут был стилом вот с Мерфи а вот с Мерфи да с Мерфи с завтранной воли он там был Миссия она была охуенная не ну вот лучшее лучшее это когда он выиграл первый свой мировой титул и ходил в золотом костюме это это уже не повторить никогда вот это это было лучшее до ББ до ББ всякие орали крыса 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 блядь я тоже орал чемодан и стал чемпионом да идите вы нахуй это охуенно вот понял Руслмания 31 это было первое ППВ которое я посмотрел в рестлинге вообще и до этого я видел да и до этого я видел только еженедельники и на каждом еженедельнике я видел роллинса как он ходит с этим ябливым чемоданом я так что сука за чемодан отберите у него этот пидорский чемодан и просто первое полноценное ППВ я вижу как он кешет ну я охуел Ну всё, понеслась Матч за два титула Интересно, если Женя проиграет в автоматчем Он уйдёт с Феды? Рубинков? Ну не знаю, не знаю Но мне кажется, ну Не, если бы этот матч был против Магнуса И он бы проиграл Магнуса Он бы ушёл с Феды Так, Ладос С меня пиво выходит, я пойду пасу Хуя, в какой момент ебать Да я сейчас держусь здесь Давай, давай Так, ну нихуя себе, ну сразу видно Два мощных пацана В плане рестлинг скилла Что творит Ментос? Это просто секс, это просто Ну кстати, Ментос что-то ебать раз... О, нет Только я хотел сказать, и Мишаня Киллер тоже начинает Браться за инициативу потихонечку Так, 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 так Потащили, потащили, потащили Ну Ну Опа Неплохо, неплохо Ну что же, это можно сказать исторический момент Недавно был исторический момент, что новый титул вели и вот Тоже исторический момент у нас Опять двойной чемпион Нет, если есть какой-то определенный маленький шанс, что сейчас кто-нибудь, знаешь, выйдет, ебанет кого-нибудь, судья это увидит и все, матч закончится, остановится Ну да Обычно, ну, на еженедельниках такие крупные матчи, такими заканчиваются Ну хотя иногда бывает реально историческая хуйня Вот и палка стреляет, знаешь, такая фраза О, оп Смотри, Мишаня подразыгрался Ну Мишаня, да Так, 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 ну да, что-то Ментос уже давненько так титул держит, а хотя что-то давненько Ну да, блять, ты на прошлом шоу, или позапрошлом шоу Да, 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 на дж-классе мы выиграл Чего-чего, на дж-классе, да, 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 да Там он его и выиграл Ну Ментос, это понимаешь, человек уровня, блять, мейн-эвентов Он всегда вертится с какими-то такими титулами Оп, дробкик Да, 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 так, ну я всем сердцем опять же за мешание киллера, не дожду Я тоже, но только выиграл этот титул уже вот так проебывать Да, вот он только взрывался на вершину Я вот не хочу, чтобы он тоже так вслез нее Я хочу, чтобы он закрепился со вторым титулом Да, я хочу, чтобы он хотя бы как минимум полсезона, полгодика походил с этим чемпионством А лучше пришел с ним на Эндл Генерейшн, опа Опа Смотрите, начинает разыгрывать с Мишаня Стоом Знаешь, вот Мишаня, он вроде бы особо неразговорчивый парниша, но он столько положительные эмоции Но все равно вызывают своими матчами Ну он чисто такой, чисто Сэми Зейн Да, андердог Бля, как жалко, что Зигу Олили, блядь, ну Зигу Ничего, похуй на него Не, мне Зигляра жалко на Ну, понимаешь, он просто вот, ВВВ, вот, досиживал до пенсии, я почему бы его понять Да Ну, блядь, не, мне жалко в целом, как на него забили в момент хуя Он бы мог быть перспективным инвентером так-то Ну, знаешь, у меня вот тоже очень много любимых рестеров, в ВВЕ, которые в свое время просто были заброшены в хуй Да Джастин Гейдер был тоже, он же Пиджи Блок и Джастин Гебрил Не, ну, Дольф Зиглер так, ну, неплохо был в хуй заброшен Он был, что Типа нормальный Вейбарет Да, в блявый барет вообще, ебачу за тип на хуй Зря я его забросил, его уйти Этот, Кёртис Аксель тоже Кёртис Аксель, да Если бы он продолжал, помнишь, когда его пушили, когда он был парнем полухеймена на хуй Да И качемпом А так вот, этот Не, ну Зига так-то в пиздатом положении был Опа Ну, Дерек не мог просто так, простите, Ментосу, что тот помешал ему выиграть турнир Да Ну, опять же, вот Зига, он хотя бы, вроде, понял, в сюжетах Он, вроде, его не пушили, на него забили хуй, но периодически он дрался в мейн-ивентах Периодически он выиграл второстепенные Да, второстепенные, командные Типа, ну так, ну нихуево он, типа, хачилил-то Так, 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 так И титулы были у него, и всё было То есть, я не считаю, что на него, в принципе, забили хуй Да, то есть, у него и мировые титулы были, очень много командных титулов Да И второстепенных То есть, нет, нет, он выигрывал из США И США Игрывал, да, так, я не считаю, что он прям, вот, точно, вот, прям, Джоббером был А вот, а вот закон Джастин Габриэл, вот, мне реально было обидно Да Джастин Габриэл? Да Сейчас, погоди, а, ну да Его же давно уволили, пиздец Тут он, в начале, сейчас, со Слейтером командно-чемпионом был Да, да, да В натуре Как его просрать могли? Да, вот, вот он, получается Вот он мог стать целым с отворенцем вообще спокойно Ну, хуй знает, с таким хайфлайерским стилем, мне кажется, было бы не то Опа Неужели всё? Мишаня станет двойным чемпом Я не верю Раз, два, джаст, Мишаня, красава Да мой парниша, сука Ты уже второй ППВ подряд дрочишь на Мишаню, нахуй, просто Блядь, ну, у меня хуй привстал, конечно Ну, блядь, да тут попробуй не привстань Ну, Жож, в принципе, на такой позитивной ноте заканчивается это шоу Как ты можешь оценить этот поребрик? Вот, и когда мы в Демо озвучиваем, оценивается охуенно Потому что и озвучка идёт как-то легче Когда я, сука, вчера пол-шоу ебаных озвучил, а потом всё по пизде пошло Это вообще нахуй было мучение Отвратительно, да? Нет, когда вдвоём комментируем, это намного легче просто комментируем Ты сам это прекрасно видишь и понимаешь Ну, в целом, даже вдвоём бывают какие-то шоу, какие-то все А вот тут ты что можешь оценить? Как? Насколько это шоу? Нет, в принципе, то есть позитивные моменты Победа Мишани Негативные моменты Полный слив братства в полном составе Только Роберт Лэвис безли не получил Я имею в 10 Ох ты, ох ты, посмотри, два серебра Мишани держит в руке А уф Ну я рад за Мишаню Я тоже, я очень рад за Мишаню А вам я хочу сказать всего доброго До скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok